Урок 7. Создание шаблона формата с основной надписью. Создадим шаблон формата А4. Размеры формата А4 297 на 210 мм. Воспользуемся командой отрезок и от произвольной точки, включив режим орто, нарисуем вертикальный отрезок длиной 297 мм. Затем горизонтальный 210 мм, вертикальный вниз 297 мм и замкнем. Полученный прямоугольник это формат, но на каждом формате должна быть внутренняя рамка чертежа. С левой стороны 20 мм вычерчивается внутренняя рамка и по 5 мм со всех остальных сторон. Чтобы вычерчить внутреннюю рамку чертежа, воспользуемся системой переноса координат. Сервис «Новая ПСК. Начало». Переместим систему координат в левый нижний угол нашего формата. Команда «Отрезок». И левый нижний угол внутренней рамки чертежа в абсолютных единицах будет иметь координаты. 20,5. Высота вертикального отрезка 287, горизонтального – 185. Внутренняя рамка чертежа вычерчивается в сплошной основной линии. Но обводку мы выполним чуть позже. А сейчас создадим сначала основную надпись. Также воспользуемся командой «Отрезок». Размеры основной надписи 55 на 185 мм. Для того, чтобы вычерчить графы основной надписи, можно или переносить систему координат, или в данном случае удобнее воспользоваться командой «Подобие», потому что мы начертили контур основной надписи командой «Отрезок». Задавая величину смещения, выбрав линию для смещения, можно построить все вертикальные прямые сначала. Необязательно каждый раз выбирать команду из меню или с панели инструментов. Можно выбрать предыдущую команду нажатием правой кнопочки мыши. Но только для этого в командной строке должно гореть слово «Команда». Задается следующая величина смещения. Повторный выбор команды. Точно так же поступим и с правой частью. Теперь проведем горизонтальные прямые через 5 мм. Лишние линии можно будет удалить, воспользовавшись командой «Обрезать» или «Стереть». Для команды «Обрезать» мы сначала выберем в рамку весь контур нашей основной надписи. То есть все линии будут являться сейчас у нас режущими кромками. И обрежем сначала в средней части ненужные линии. Для того, чтобы разделить основную надпись на две части – левую и правую. Это делается для того, чтобы в левой части горизонтальные все линии нам нужно оставить, а в правой части часть этих линий нужно будет удалить. И удалить их удобнее, воспользовавшись командой «Стереть», чтобы удалить их целиком. И обрезать ненужные линии. В графе Лисера есть еще две вертикальные прямые численности, через пять миллиметров. Выбрав режущие кромки, можно удалить ненужные части этих линий. В графах лист-листов, их величина 20 и 30 миллиметров, можно воспользоваться командой «Разорвать точки». То есть выбрав вертикальную прямую, мы говорим, в какой точке нам нужно разделить этот отрезок на два отрезка – большой и маленький. И вот этот маленький отрезок мы можем перенести, выбрав отрезок, показав базовую точку, и в сторону переноса сдаем величину смещения 5 миллиметров, у нас отрезочек переместится ровно на нужную нам величину. И обрежем ненужную часть второго вертикального отрезка. Мы расчертили основную надпись в тонких линиях. Обводку выполним позже. Для того, чтобы заполнять графы основной надписи, нам нужно посмотреть правила работы с командой «Текст». Наиболее часто в чертежах встречается однострочный текст. По умолчанию вводимый текст располагается справа от указанной точки вставки и над ней. Иногда необходимо располагать текст в других местах от точки вставки. И для этого существует опция «Выравнивание». Для демонстрации команды «Текст» я нарисую командой «Прямоугольник» 20 на 100 миллиметров. Покажу первую точку. Затем относительно этой точки буду задавать координаты прямоугольника. Для ввода относительных прямоугольных координат применяется специальный символ «Собака». И затем величина. По горизонтали 100,20 по вертикали. Размеры прямоугольника. Затем скопирую построенный прямоугольник четыре раза. Надписи на чертежах должны выполняться чертежным шрифтом в соответствии с требованием ГОСТа ЕСКД 2.304-81. Если у вас установлен такой шрифт, значит нужно его выбрать. Если нет такого шрифта, то можно воспользоваться другим шрифтом, похожим на чертежный. Формат. Стиль текста. И выбрать имя шрифта. Шрифт, который называется «Исакпиур». В окошечке появилась картинка с написанием этих букв. Можно выбрать начертание «Обычный» или «Курсив», чтобы надписи были выполнены с наклоном. Применить и закрыть. Команда «Текст» находится в меню рисования. Рисование, текст, однострочный. В командной строке нас спрашивают начальная точка текста или выравнивание. Покажем сначала в первом прямоугольнике начальную точку, то есть левый нижний угол прямоугольника. Затем в командной строке появляется надпись «Высота». Зададим высоту для наглядности 10 мм. Угол поворота текста. Так как текст будет располагаться на горизонтальной прямой, значит поворачивать текст не нужно, мы соглашаемся с углом поворота 0. И теперь можно написать текст. Я напишу слово «Текст». Для того, чтобы зафиксировать надпись, нужно два раза нажать Enter. Следующая возможность написания текста. Воспользуюсь опцией «Выравнивание» и возьму опцию «Середина». Нужно указать среднюю точку текста, задать высоту текста, угол поворота текста и набрать сам текст. Опять же слово «Текст». Два раза Enter для фиксации. Текст расположился посередине. Бывают случаи, когда надпись очень большое слово, а рамки написания текста узкие. Вот для того, чтобы вписать в указанные рамки длинный текст, существуют две другие возможности выравнивания. Опция «Вписанный», когда нужно указать две точки, между которыми должен располагаться текст. То есть текст можно растянуть или сжать. После введения текста все параметры ширина и высота букв выставляются автоматически. Давайте посмотрим, как это сделать. Выбираем опцию «Выравнивание», опция «Вписанный». Нас спрашивают первая конечная точка и вторая конечная точка. И напишем длинное слово «экспериментальный». Два раза «Энтер» для фиксации текста. Вы видели, как по мере набора букв у нас выставлялся автоматически ширина и высота букв. Есть опция «По ширине», которая практически повторяет опцию «Вписанный», за тем лишь исключением, что помимо двух точек, между которыми должен располагаться текст, от нас потребуется указать высоту текста. Рисование, текст однострочный. Выберем «Выравнивание» и опцию «По ширине». Показываем первую точку и вторую конечную точку. И существует запрос «Высота». Пусть будет высота 10 мм. И напишем такое же длинное слово «экспериментальный». Зафиксируем текст. То, что мы вручную вряд ли бы смогли сделать красиво, автокад позволяет вот так ужать наш текст в рамки «Вписать», чтобы все буквы были и по ГОСТу начертания, и ужаты в определенные рамки. Теперь посмотрим, как же заполнять основную надпись. Например, слово «изменение», «изм». Оно не всегда хорошо помещается в эту маленькую графу. Поэтому здесь, конечно, нужно воспользоваться опцией по ширине. Рисование, текст однострочный, выравнивание по ширине. Покажем начальную и конечную точку высотой 2,5. Напишем слово «изм». Повторите однострочный. Показываем начальную точку высотой 2,5. Поворачивать не надо. Пишем следующее слово «лист». можно перейти в следующую графу пробелом. Аналогично заполняются все остальные графы основной надписи. Графа обозначения документа заполняется прописными буквами. Все прописные буквы пишутся с нажатым шифтом. Показываем начальную точку высотой 5 мм. Поворачивать не нужно текст. С шифтом пишем наивнование учебного заведения. И так далее. Все остальные графы заполняются. Основная надпись должна быть выполнена с обводкой. Обводить чертеж можно или командой полилиния задавать ширину полилинии, или воспользоваться весом линии. Например, выбрали вес 0,70 мм. Выбрали команду «Отрезок». И проведем одну линию весом 0,70 мм. Для того, чтобы отразился толщина линии на чертеже, нужно обязательно включить кнопочку «Отображение линий в соответствии с весами». А вот теперь можно воспользоваться командой «Копирование свойств». Выбрать исходный объект. Появляется кисточка. И дальше можно обводить все остальные линии. Вот видите, если я подведу горизонтальной прямой, а сейчас кисточку, то она выделяется от вся линия. На самом деле она вся не должна быть толстой, поэтому мы пока ее сейчас не будем обводить. Обведем сначала контур и вертикальные линии, которые должны быть толстыми. для того, чтобы можно было обвести линии горизонтальные, мы можем воспользоваться такой же командой «Разорвать точки». Выбрать линию и показать, в какой точке мы должны разорвать ее. То есть это стали два самостоятельных отрезка. А теперь можем копировать свойства, выбрать исходный объект и обвести нужные участки основной линии. Точно так же можно скопировать свойства и для внутренней рамки чертежа. И перенести основную надпись на поле чертежа. перенести. Выбираем объект. Базовую точку за уголочек основной надписи взяли и в угол перенесли. Вот так создается шаблон, которым можно будет потом воспользоваться для выполнения чертежей. Родичий напрямую помощь. Помогу! Продолжение следует...